Я сейчас в Дубае, один надолго, и мне надо вам кое-что рассказать. Всем привет, друзья, и добро пожаловать на канал На Пару. Я только проснулся, вчера вечером единственный успел забежать в продуктовый, что-то там себе взял. Сейчас надо позавтракать и уже ехать по делам в офис. Что? Да-да, в офис в Дубае. Кстати, если вы хотите отдельный ролик про мой бизнес-план, где Алина скажет свое мнение, я расскажу про суммы, потому что, ну, это самая большая покупка в моей жизни. Поставьте здесь лукас. И что, футболка-то вы не видели? Блин, у меня тут даже рабочее место получится, но потом покажу, надо хоть что-то купить. Опа, сэндвич, огонь. Ну и мой любименький Гатарейд, это по сути как Пауэррейд. Ну, короче, сладкий напиток просто, бесполезный, но вкусный. Сегодня у меня пипец дел. Неплохо. Мне даже написали, что отправили за мной водителя, он будет, блин, уже через полчаса. Вроде спал 13 часов, а не выспался. Как вы знаете, у меня только одна парадная футболка, парадных штанов не имеется, но там типа 38, поэтому пожелайте удачи. Если все пройдет ок, то я смогу вам рассказать о большой тайне, которую хранил уже, ну, больше полугода точно. Прямо сейчас я еду в офис в Бенгате, они прислали водителей самое что удобное, он потом сможет меня закинуть еще куда-то. Но я буду возвращаться не домой, а в магазин, потому что надо кое-что купить для работы, потому что кое-что не поместилось в итоге в чемодан. Но сейчас главное, чтобы все прошло хорошо, прочитать, все подписать, это будет, это самая большая сделка в моей жизни. Хотя нет, свадьба с Алиной дороже. Куда я попал? Вы просто посмотрите на это место, это космос. Все прошло вроде бы хорошо в таких местах, я себя чувствую немножко не в своей тарелке, потому что, ну, мне уже 30, я много зарабатываю, но я все равно пришел в шортах, какой-то непонятный чел, и подписываю очень большие документы. В общем, сейчас водитель меня мог отвезти домой, она ему сказала, что не надо, потому что мне надо залететь в ТЦ, у меня кое-чего не хватает, чтобы снимать ролики. И также я хочу посмотреть новые игры именно на дисках, потому что больше диджества я не доверяю после Юбисофта. Ну и, возможно, купить тишек, а то у меня тупо места не хватило, я взял с собой 8 футболок. 8! Просто зацените, что я нашел. И там, да, есть кинзыма. Первым делом зашел в баскетбольный магазин, хочу себе несколько футболок, вот это просто огонь. Это прям стретч-тук. Надо будет в залчик сходить. М-м-м, найс. Чтоб вы понимали, вот эта коробка, она с Алину Рустом, я не знаю, как я сейчас загружу ее в такси, но вот, да, вот надо было мне. Ой, ебаный балк. Вот обычная высота стола и вот коробка, но это же реально Алина. Сфоткаюсь, типа, с любимой. Знаете, что такое-то, когда повзрослел? Я оставлю монитор и сначала схожу на тренировку в бассейн и только потом его открою. Мне тоже не терпится, но я знаю, что если я сяду, то я уже никуда не поеду. Гулка, че-то я как раз там месяца два не был, готовился здесь, буду ходить. Ну, всегда так, потом. Я тут пришел в зал и узнал, что можно включить свою музыку. Почему она выключилась? Она тоже тоже работала. Ну что, теперь я потренировался, чист, фреш, новая футболка Джамаранта. Уже на мне, кстати, зацените. Шикарная же майка. Я только сейчас понял, что она даже не показывала комнату. Вот, собственно, прихожая. Здесь стоит на пол прихожей коробка, которую надо обязательно открыть. Огромные шкафы. И поскольку я приехал сюда надолго, я даже повесил футболки. Это все, что я брал, я не врал. Очень мило и заботливо, что они положили коран. Так, это вход, это какая-то офигенная картина. Но если без степа, то офигенная ванная. Зацените, душевая кабинка, вот это стекло как раз, которое там, вы его уже видели, скорее всего. И толкан. Толкан уже не чистый. Мне пришлось даже стайлер взять, пацаны. Чтобы быть стильным. Ну, а по комнате она очень длинная, потому что я специально нашел отель, где есть рабочее место. Сейчас это похоже на хаос, а не рабочее место. Но монитор встанет здесь. Здесь Xbox, здесь, где-то здесь еще что-то. В итоге у меня есть задний фон. Я даже, понимаете, взял с собой лампу. Хотя здесь как бы лампа есть, дурак. Но я взял Эльгатовскую, да, естественно, Xbox. Там куча зарядок. Профессиональный микрофон, надо его только закрепить. И вот будет вот здесь вот сетапчик. Кстати, сегодня же, чуть позже на своем канале по FIFA, я выложу уже первый игровой ролик, который я снял здесь. Поэтому после просмотра залетите, посмотрите, напишите, что как по звуку картинки. Вроде эхо нет. А! Или есть? Этот отель расположен больше в городе, потому что все-таки я здесь буду работать, а не тусоваться с Алиной. Хотя и чуть-чуть потусуемся мы с ней. И окна, чтобы вы понимали, я даже сильно показывать не буду. Выходят, ну, прям во двор. Будут слушать мои озвучки FIFA-овских роликов и паков, когда мне кумир в первый же день выпадет. Ну и, кстати, по обновкам, я все-таки, как и говорил, купил NBA 2K. Ее и планируют заснять. Это расширенные здания, там должны быть поинды, скорее всего, какие-то карточки. Купил ту зеленую футболку Бостона. Кстати, если вы не знали, здесь у меня номер 0, это Тейтум. И он так-то что-то типа фаната Коби тоже. Ну и купил зеленый джойстик, потому что новый сезон, плюс он подходит под стенку. По-любому будут ломаться, а в Москве они уже стоят дорого. Ну реально. Ну а теперь надо его открыть и посмотреть вообще, что он работает и что мне с ним делать. Ну а потом расскажу вам про хату. Буду дубачонином. Господи. У меня ножика нет. Но есть ножнички. Это, блин, только ножка. Уже типа на пол стола будет. У меня один вопрос. Это что, в комплекте тарелка лежала? Ну типа реально заваливать душера, хотя там дырочки. Я тут достал типа основание, да, и оно весит больше, чем, по-моему, мой прошлый Моник. Я точно не смогу это увезти в Москву. Придется где-то здесь оставить. У кого-нибудь есть, друзья, в Дубае, кроме Моргена? Морген, напиши, пожалуйста, можно тебе Моник, да, в год поиграешь на нем, помонтируешь свои классные клипы? Потом я заберу. Ну блин, реально жесть. Это что, типа очки? Блин, ну реально, что так много деталей? Это же просто манитур. Скажу отсюда, вообще. Не, ну красавец. Я понял, это типа бампер прикрывает все провода. Ну, допустим. И когда, казалось бы, я уже все проблемы решил, я понял, что у меня нет отвертки. И другое что-то можно пальцами закрутить, но здесь это просто невозможно. Я хз где ночью в Дубае найду отвертку. Надо подкрепиться, а хоть здесь экономить, снова садись. Пора на дожки с такими Мониками переходить. Удачи, удачи, да он этот нищий металл. Что, работает что-то? Что-то близко получается, но, слушайте, зато прикиньте, тут программа записи, тут Xbox, он может вот так разделяться. По сути, два монитора просто без рамки посередине. Ну что, норм, даже в кадры не влазит. Так что, момент истины. Ну теперь заживем. Сейчас я буду все это настраивать, микрофон, свет, скачивать программы. Я взял с собой ноут виндовсовский, на него смогу записывать, а на маке работать, монтировать. Поэтому вас ждет контент, не переживайте, обязательно сделаю рум-тур, когда все это закончу. Ну а теперь отвечу на самый долгий вопрос, который я уже тизерил давно. Многие догадывались, многие нет. Я купил квартиру в Дубае. Это не какие-то поспешные решения, мы об этом думали уже больше года. И первый платеж, самый первый, мы сделали еще в начале лета. То есть, это никак не связано ни с какими событиями, которыми попытаются привлечь, приписать хейтеры. Это никак не связано с Мизулиной, что бы там ни случилось, пока я публикую этот ролик, потому что новости каждый день дропаются. Это давняя мечта и также бизнес-план, потому что если нам не захочется здесь жить, мы как минимум можем сдавать эту квартиру, она будет стоить дорого для рента. И также мы можем ее продать и всегда вернуть свои деньги, сохранить их, потому что рубли мне реально не нужны. Пока что я не оплатил полную стоимость, у меня есть год, чтобы это сделать, потому что сам дом с ремонтом и квартирой, то есть нам не придется в этот раз искать прораба, который исчезнет как прошлый, будет готов к 30 октября следующего года. То есть, ровно год. Сейчас же я пока что в Дубае, мне надо оформить документы. Сегодня я ездил, подписывал договор купли-продажи, сделал еще один платеж типа квартальный, причем криптой. В общем, надеюсь, все сложится, рубль не станет какой-то 200, потому что тогда я просто не закрою эту квартиру, придется перепродавать. Но жить я буду в России, я еще никуда не уезжаю, я туда вернусь. Сейчас я говорю, я оформлю купли-продажи, мне надо сделать Emirates ID, чтобы получить карту местного банка, это очень сильно поможет донатить FIFA. Ну и, скорее всего, я отсюда уеду, потому что, ну, конечно, арендовывать даже вот такую, хотя скажете, классный отель, но он в три раза дешевле, чем где мы были в прошлый раз с Алиной, дорого, все равно дорого. И еще единственное, за что я переживаю, все это время я буду практически один, Алина приедет на последнюю неделю, на четвертую, то есть в три недели я буду без нее и Иви. Даже не знаю, по кому больше скучаю. Поэтому у меня не остается ничего, как развлекать вас контентом, поэтому ждите ролики на моем канале каждый день, здесь, возможно, два-три в неделю. Ну и подписывайтесь, ставьте лайки, оставайтесь на... Я один, ну, ну вы поняли, Алина тоже, кстати, заснимите клевый контент, но не ездить в день. Пока!